Здравствуйте! На библейский портал «Экзакет» поступил вопрос, какова роль воды в крещении? На самом деле, нам в 21 веке это понять куда легче, когда у нас есть данные современной науки. Понятное дело, через 5000 лет они тоже будут абсолютно примитивными смотреться, но на данный момент мы очень гордимся, насколько мы хорошо мир уже узнали. Хотя, конечно, это смешно. Если мы посмотрим, каждый человек в любую эпоху считал, что он знает мир лучше всего. Но как нам смешны некоторые научные представления даже 300-летней давности или буквально еще 200 лет назад теории эфира. Сейчас уже, конечно, почти сказочно воспринимается. Но, тем не менее, когда мы знаем, что жизнь невозможна без воды, когда мы по новостям слышим, что, как ищут на Марсе, на спутниках Юпитера и Сатурна, воду стараются найти как признак жизни. Жизнь невозможна без воды. Мы вспоминаем Дух Святой, который животворит и участвует в творении мира и в даровании ему жизни носился над водой. Вода, некоторая простая субстанция, у меня, хотя единственная четверка в аттестате была по химии, но все равно я помню, как удивлялся, удивлялся тому, как вода, по сути, является некоторым пересечением кислот и щелочей. Да, что если H2, а тут OH, а вот они соединились, и получается вода, как некоторая такая основа даже химического строения мира. Это настолько удивительно. Человек состоит на такое большое количество из воды, на подавляющее число. То, что человек может прожить без еды, без пищи, но без воды долго не протянет. Вода — это символ жизни. Именно поэтому она употребляется и в крещении. Если мы вспомним про то, что человек должен родиться, родиться заново, и как даже удивился Никодим в Евангелии от Иоанна, говорит, неужели человек, будучи стар, должен войти в отробу матери? А что в отробе матери? Каждый мужчина, который присутствовал на родах хоть кого-то из своих детей, он знает, что и помнит, что вот действительно отходят воды, околоплодные. Потому что и ребенок, ребенок в отробе матери в водах пребывает, что он из этой воды появляется. И поэтому погружение в воду, как символ начала новой жизни, оно абсолютно важно. Вода — это и символ жизни, с которой жизнь начинается. И, как мы видим, и в эпоху Творения, и когда Иоанн крестил на реке Ордан, и как Господь показывает, например, не имея нужды в омытии от греха, приходит и сам погружается в Ордан. И тоже, можно сказать, он свою жизнь обновляет. Жизнь его начинается совсем по-другому, потому что он уже живет 30 лет на земле, но неведомый окружающим людям. А вот здесь он выходит на свою проповедь, на свое страдание, смерть, воскресение, преображение, вознесение на небеса, то есть на финальный этап спасения рода человеческого. Мы видим, что вот вода — символ обновления и новой жизни. Но есть еще один важный символическое значение воды в таинстве крещения — это омовение от грехов. Если вспомните свои крестины или крестины своих деток или деток своих друзей, то перед тем, как крестить, батюшка помазывает младенца или взрослого человека елеем. Потому что вода, как символ новой жизни и обновления, она омывает все старое. И в том числе Господь берет и грех потребляет земли во времена Великого потопа вместе с грешником. Ни грешников, ни греха. Радикально проблема решается. Но потом голубка летит, приносит оливковую ветвь, и вот оливковая ветвь даже в советские безбожные времена единственный религиозный символ советской символики — это голубь мира с оливковой ветвью. Ну, просто большевики необразованные были, они даже это не вспоминали, что это библейский символ. Но все пользователи портала «Экзегет», конечно, это давно знают. Так вот, как раз этот символ милосердия Божия, что Бог пообещал Ною, что вода будет продолжать очищать от греха, будет рождать для жизни вечный человека. Почему человеку не надо, если он крестился там в 30 лет, каяться в тех грехах, которые были до этого? Нет, они уже все стерлись. Ему главное — жить так, чтобы они просто не повторялись. И вот с тех времен, с времен ветхозаветных, со времен Великого потопа, вода для нас символ чистоты, символ очищения. Поэтому вода, вода еще опять же нам напоминает. Тут уже немножко расширяем вопрос, потому что невозможно принять крещение и не причащаться потом, теряется всякий смысл. И поэтому мы вспоминаем, как истекает кровь и вода после того, как Лонген Сотник пронзает Господа на кресте. Понятное дело, сейчас тоже мы знаем и понимаем, что речь, конечно, о линфе, о бесцветной жидкости, но это тоже мы видим. Мы видим, что Господь берет и своей кровью омывает именно грехи, что его кровь вместе с водой, вместе с линфой. То есть, понятное дело, у нас есть специальный термин, но древние люди, в том числе древние врачи, в античную эпоху просто и называли вот это. Ну, такая телесная вода, линфа, что тоже Господь своей кровью омывает наши грехи. И что мы, будучи один, раскриченным и верим в единое крещение, снова и снова причащаясь телу и крови Христовой, омываемся от греха. Поэтому два символа. Символ жизни, ее начало, ее возрождение и символ чистоты.